Они покупают более простой, более понятный и легко воспринимаемый домен на слух на кириллице и используют в рекламе уже домен на кириллице. Я думаю, вы видели филборды, на кольцевой часто встречаются. В принципе, в радиорекламе зачастую домены уже используются в зоне бел, потому что они более понятны для восприятия. У меня есть как пользователь, вернее, одного из владельцев тоже доменного имени в зоне бел, уточняющий вопрос, есть ли недостатки в сравнении с латинографическими доменами. Спасибо. Вопрос хороший. На текущий момент не до конца решен вопрос с e-mail адресами на кириллице, но сейчас рабочая группа, которая создана в том числе при ИКН, это организация, которая занимается выделением доменных лицов во всем мире, занимается решением данных вопросов. Я думаю, в ближайший год или два вопрос будет полностью решен. То есть заработает почта на кириллице. Также есть скептики, которые продолжают повторять, что как же так, мы создаем домен на кириллице, значит, мы автоматически отсекаем зарубежных посетителей. Они ведь не смогут набрать, не имея раскладки кириллической, не смогут набрать домен в адресной строке на кириллице. Однако, как показывает практика, у нас подавляющее большинство сайтов ориентировано на внутренний рынок, то есть на нашу страну, либо на МСНГ в лучшем случае. То есть практически все потребности большинства пользователей доменной зоны белых закрывают успешно. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Следующим докладчиком на тему база данных и интернет-портал национальных культурных ценностей, находящихся за пределами Республики Беларусь, приглашается Суша Александр Александрович, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной Библиотеки Беларусь. Спасибо большое за саму возможность выступить. Хотел сказать продолжение выступления Сергея Николаевича. Буквально два слова. Первый день, когда в открытых торгах появилась возможность покупать доменные имена, я с радостью приобрел одно из там на картинке представленных имен с Карина Бел. Это мое имя и красивый сертификат. На самом деле прекрасная инициатива и здорово, что мы до этого тоже дошли. Значит, что касается той темы, с которой я заявил свое выступление вместе со своей коллегой Аллой Борисовной Сташкевичем, мы в свое время инициировали перед Министерством культуры задачу по необходимости учета культурных ценностей, находящихся за пределами Республики Беларусь. Понятная проблематика, то есть, к сожалению, с учетом исторических реалий, далеко не все, мягко говоря, издвижимых культурных ценностей, которые сохранились до наших дней и имеют отношение к нашей стране, далеко не все сохранилось именно в нашей стране. Более того, скорее всего, наоборот, единичные памятники, в том числе близкие мне, например, книжные памятники в стране как раз-таки сохранились, в то время как преимущественное большинство находится далеко за пределами страны. Работу, как ни странно, по учету систематизации этого наследия Республика Беларусь почти не начинала. То есть, систематической работы, к сожалению, в данном направлении не было. Была работа достаточно активная в 90-е годы общественной комиссии Вертанни при Беларусском фонде культуры. Была работа отдельных инициатив. Тем не менее, идея создания некоего сводного ресурса по культурным памятникам Республики Беларусь, которая отчасти была реализована, и культурным памятником белорусским, находящимся за пределами страны, начала реализовываться лишь в последние годы. Министерство культуры Республики Беларусь успешно реализовало, достаточно давно причем, свой собственный реестр, разработало культурных памятников, памятников историко-культурного наследия Республики Беларусь. С освещением этой работы в свое время Игорь Мефодиевич Чернявский выступал на одной из наших предшествующих конференций. И вот сейчас пришла очередь и к тому наследию, которое хранится за пределами страны. Инициатива исходила не от учреждений культуры. Тем не менее финансирование было получено на небольшой промежуток времени, буквально на полтора года, и было реализовано за совсем небольшие деньги. По сути дела, инициативу эту курировал Институт культуры Беларуси, учреждение, подчиненное непосредственно Министерству культуры, учебное учреждение, учреждение образования, тем не менее являющееся методическим центром для большинства, для многих учреждений культуры, работающего в сфере повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере культуры. И во многом именно то учреждение, которое было в состоянии пригласить специалистов из учреждений библиотечных, музейных, а также архивных для совместной работы в данном проекте. В рамках реализации данных работ специалистами-предметниками были высказаны некоторые предложения по формату сбора данных, причем сложность состояла в том, что речь идет о полноценном отражении информации о различных абсолютно разносторонних памятниках культуры. Это и архивные документы, это и книжные памятники, это и памятники живописи, скульптуры, графики, это памятники археологии и нумизматики, это памятники во многом также и недвижимого наследия и так далее. Найти какой-то способ однообразного представления данных об этих памятниках, это было достаточно сложной, в первую очередь, научной задачей, нерешаемой в рамках деятельности отдельных учреждений, например, культуры. Могу говорить о библиотеке, мы хорошо знаем, как описывать книжные памятники, но нам немножко сложно будет придумать, как работать с предметами археологии. В данном смысле в состав рабочей группы были приглашены представители библиотек, один человек, музеев, два человека, архивов, один человек, без оплаты на общественных началах. А также, что значительно важнее, были привлечены специалисты одной из крупнейших IT-компаний в Республике Беларусь, которые смогли обеспечить разработку программного необходимого обеспечения. В результате была проведена следующая работа. Собственно, научно-исследовательская работа состояла в анализе зарубежного опыта и имеющихся на работах отечественных в плане изучения наследия, находящегося за рубежом утраченного либо возвращенного, а также в попытках составления, собственно, реестра книжных памятников культуры. Вторая составляющая была, собственно, в разработке программного обеспечения для реестра по предложениям предметников и в разработке программного обеспечения для интернет-портала культурных ценностей. Отдельные слайды, они тут зациклены, крутятся на экране того, что получилось. К сожалению, ресурс уже несколько месяцев, а должен был уже в феврале, не представлен в онлайн-режиме. С ним нет возможности напрямую познакомиться. Очень надеюсь, что на протяжении ближайшего месяца Институт культуры Беларуси, который принял на баланс данные разработки, и реестр, и интернет-портал таки сможет разместить данное явление в общем доступе. Было приобретено доменное имя вертань Небай, было разработано, повторюсь, программное обеспечение необходимое. По сути, был опробный ввод в эксплуатацию данного ресурса, то есть он на некоторое время под паролями был доступен в сети интернет, то есть абсолютно рабочий ресурс, который позволяет нам сегодня говорить о чем. Условно говоря, завтра он, например, появится в сети интернет. Мы смогли обобщить наработки в сфере учета культурных ценностей, музейных, архивных, библиотечных специалистов, во многом основываясь на наработках того самого Фонда культуры, Белорусского фонда культуры или комиссии вертаньи, составит некоторый предварительный реестр. Безусловно, о полноте в настоящий момент речи никакой быть не может. Исходя из кратковременности работ по данному проекту, это полторы тысячи памятников в настоящий момент отраженных в реестре. Многие из них сопровождаются дополнительной информацией, условно говоря, библиографической, с указанием на источники, откуда взята информация. Далеко не всегда специалисты имели непосредственную возможность ознакомиться с теми или иными памятниками вживую в той или иной стране. Зачастую работали по вторичным источникам и, соответственно, указывали эти вторичные источники. Достаточно часто описания сопровождаются дополнительной графической информацией, то есть фотофиксацией тех или иных памятников. Данный ресурс изначально создавался под конкретный интернет-портал, то есть реестр, по сути, является составной частью интернет-портала. Он создан в рамках СУВД MySQL под конкретный ресурс. По сути дела, речь идет о базе данных, разветвленной, представленной на данном интернет-портале. Кроме, собственно, реестра памятников культуры, утраченных, возвращенных и находящихся за пределами Республики Беларусь, на данном интернет-портале, поскольку это портал, имеется целый ряд иных ресурсов, начиная от нормативно-регламентирующей документации, международных конвенций, национального законодательства в плане охраны и не только культурного наследия. Для нас важно, что там же размещены некоторые механизмы, связанные с возможностью информирования, то есть новостные разделы, но разделы, связанные с возможностью, что называется, общения, то есть идея Web 2.0 действительно воздесущая, и возможность пополнения в дальнейшем, в том числе данного реестра, не только новостных разделов, но пополнения реестра, предполагается, что будет реализовано в распределенном режиме, в распределенном как по организациям, так и по регионам, с возможностью дальнейшего администрирования администраторами базы данных. В настоящий момент готов лишь сказать о том, что ресурс подготовлен, с данной эксплуатацией проведены все необходимые, что называется, экзамены по отношению к данному ресурсу и со стороны, с точки зрения программного обеспечения, с точки зрения содержательной, Министерство культуры и ГКНТ, как спонсор, скажем так, этой работы, приняли работу, однако мы ее до сих пор не видим в сети. Но это, к сожалению, пока не решенный вопрос, но будет решен, я полагаю, в самое ближайшее время, потому что и финансовые вопросы здесь уже тоже все решены.